Привет! Иногда самые удивительные вещи могут быть у нас прямо перед носом, но мы старательно их не замечаем. Так, например, фермер Дэвид Мазурек несколько десятков лет подпирал дверь камнем, который оказался вполне себе настоящим метеоритом. Да и по цене он был куда дороже обычного булыжника. Эксперты оценили стоимость этой подпорки для двери в 100 тысяч долларов, то есть примерно в 6 миллионов 600 тысяч рублей. Но прежде чем продолжить просмотр, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Метеорит угодил на территорию деревни Эдмор в штате Мичиган, США. Камень попал на землю примерно в 30-е годы прошлого века и наделал кучу шума. На следующее утро после падения предыдущий владелец фермы, который тогда был еще мальчишкой, вместе с отцом нашел кратер и забрал еще теплый метеорит себе. Но камень не пылился на полке, как музейный экспонат, а стал использоваться в хозяйстве в качестве подпорки для двери. В 1988 году нынешний владелец фермы приехал осматривать возможную собственность и обратил внимание на странный черный камень у входа. Хозяин ответил, что это метеорит, и он входит в имущество, получаемое при покупке фермы. Сделка свершилась, и новый владелец фермы продолжил использовать метеорит по назначению. А когда он переехал, то забрал камень с собой, подпирать дверь в новом месте. Но недавно мужчина узнал, что жители Мичигана частенько продают найденные на территории штата метеориты. После этого он решил выяснить, сколько может стоить его подпорка для двери. Оказалось, что все это время он подпирал дверь метеоритам стоимостью 100 тысяч долларов. Первый метеорит опознала Мона Сибеско, профессор геологии Центрального Мичиганского университета. По ее словам, ей часто приносят камни с просьбой определить, не метеорит ли это. В течение 18 лет ответ был один. Нет, говорит Сибеско. Все изменилось, когда ее попросили исследовать крупный экземпляр из Мичигана. Я сразу поняла, что это что-то особенное, рассказывает профессор. Это самый ценный образец, который я держала в руках. Как по стоимости, так и по научной ценности. После анализа выяснилось, что камень на 88,5% состоит из железа и на 11,5% из никеля. Но самым важным оказалось то, что при весе в 10 килограмм, это шестой по величине метеорит, найденный на территории Мичигана. Сейчас бывшая подпорка для двери носит имя метеорит Эдмор и ищет себе новый дом. Чаще всего метеориты попадают в музеи, но иногда их приобретают коллекционеры или дилеры, чтобы в дальнейшем перепродать. В том случае, если Эдмор кто-нибудь купит, владелец обещает передать Мичиганскому университету 10% от полученных денег. На этом все. Увидимся в новом видео.